Всем привет! Добро пожаловать в 30 серию Let's Play The Sims 3 Сверхъестественное. Джозеф только что выучил рецепт эликсира История печального клоуна, книга, по которой у нас была годы в багаже, наконец-то мы теперь знаем этот рецепт. Не знаю, кстати, нужна была нам именно книга или нет. Я бы хотела, чтобы Джозеф еще поработал над рецептами, попробовал поизучать еще рецепты, потому что мы точно знаем не все, но через пару минут буквально Джозеф управлялся на работу. И нам нужно работать, потому что нам нужно повышать отношения с календурой, во-первых, и нам нужно также выполнить частное толкование сегодня будет. А может быть не сегодня, но в любом случае нужно будет когда-нибудь. Мы это не делали уже давно, насколько я помню, так что мы это сделаем. И, похоже, Айден научился пользоваться горшком, что означает, что очень скоро, если мы научим его ходить еще, очень скоро Айден сможет взрослеть, стать ребенком, что я хочу сделать. И у нас есть счета, которые почти 2000 составляют. Я на самом деле ждала, что будет больше. И также у нас есть почта, похоже. Может быть, это свадебные подарки, потому что я не помню, чтобы мы их получали. И подарки были бы весьма кстати, если честно. А сегодня, похоже, кстати, мы проведем день с Маркусом, потому что Маркус единственный персонаж, который не идет сегодня никуда, не работает. Морган направляется на работу буквально через пару часов, и пока у нас есть время, я хотела бы купить книги. Потому что я знаю, что я проверила уже, Морган выучила, повысила, точнее, навык до уровня 7 кулинарии. И мы еще не выучили рецепты для уровня 7, собственно. Это всего лишь письмо одно. Ну, я не помню, чтобы мы получали действительно подарки свадебные. Что я хочу еще сделать, я уже подготовила кошку, которая у нас по-прежнему есть. Я проверила ближайшие водоемы к нашему дому. Не только ближайшие, на самом деле, но и все остальные. Я знаю точно, что есть саламандры и летающие рыбы, ласточки вот здесь, где-то около берега. По-моему, прямо напротив этой тропинки. И я знаю также, что вдоль побережья тоже где-то есть, но вот здесь прям точно. Но, естественно, я не отправлю сюда это создание, бедное. И здесь, кстати, ничего нет. И где мы в прошлый раз пытались поймать рыбу, здесь тоже ничего нет подобного. Ближайший водоем находится в Дендрарии с саламандрами. Но я сомневаюсь, что на самом деле его можно использовать, потому что здесь столько растений вокруг него. Так что я не буду терять время, я отправлю Изи сюда. И, естественно, для этого его требуется целый день, чтобы добраться до этого места. И у нас нет, да, у нас недостаточно баллов счастья для того, чтобы купить награду Альфа Питоменс, что помогло бы ей более интересные находки получать. Но, по крайней мере, можем попытаться поймать саламандру, правильно? И Лив сейчас на работе, и когда Лив вернется домой, мне бы хотелось отправить ее на кладбище, потому что в прошлый раз, в прошлой серии, я заметила, там нам нужны фрошированные яйца и ризотто с белыми грибами, естественно, потому что ризотто появился, рецепт ризотто появился со сверхъестественным. И это стоит 1160, этого более чем достаточно. Также, если бы мы знали рецепты, могли бы изучить рецепты для уровня 8, 7, я бы не стала этого делать, а прочитать книгу, конечно. Раз уж это поможет нам с успешностью и с отношением с боссом, естественно. А я хотела бы отправить ее на кладбище, потому что, кстати, у нас есть... Да, так что мы можем повысить... Бла-бла-бла. Уровень навыка до уровня 7, поэтому слушайте аудио-урок для начала. Аудио-урок баяния. И здесь есть... Здесь есть куст цветка смерти, который пока еще не плодоносит. Именно поэтому, наверное, я не собрала с него ничего в прошлый раз. Хотя я его заметила. И мы можем одарить его цветением и собрать потом цветок смерти с него для Джозефа. Групповые чтения, кстати, нам нужны. И Морган, пока у нас есть много времени, мы можем прочитать книгу на планшете. По крайней мере, попробовать прочитать ее. И, естественно, это будет ризотто с белыми грибами. Потому что это рецепт сверхъестественного. А, Маркус, в прошлый раз мы нашли Тиберий во время охоты на кладбище. Моя интуиция меня не подвела, я хотела отправить их именно на кладбище. И именно там нашелся Тиберий, ха-ха. Поэтому прямо сейчас мы ограним этот Тиберий. И я читала, на самом деле, что огранка спираль недоступна на машинке для огранки камня. Но, очевидно, доступна все-таки. Мы можем огранить Тиберий, не отправляя его по почте никому за 6 тысяч, между прочим. Это так, к слову. И огранка Тиберия сейчас должна получиться на выходе маленькой. Но мы можем вырастить этот Тиберий. И тогда он будет стоить пока больше. Только на руку, конечно. И продолжаем огранку камней, которая у нас есть также в багаже. Изумруд, кварц и нефрит, на самом деле, идеально подойдут для огранки, которую я хочу получить. Сегодня грушевидная огранка не так важна, на самом деле. И нам нужно прямо сейчас избавиться от Тиберия в багаже. Потому что Тиберий вызывает тошноту, если слишком долго находится в багаже персонажа. Я в этом уверена 100%. На 200 даже. Насколько я помню, Тиберия также... Это отсылка к одной из других игр Electronic Arts, если я не ошибаюсь. У нас здесь заняты все полки. Нам это не нужно. Что это? Нам это не нужно. И здесь, по-моему, ледяной... Да, здесь замороженный кролик, поэтому мы это оставляем. Это же кролик. И здесь займут место новые украшения комнаты Джозефа. Изменить способ показа. Подставка. Пока что Тиберия не стоит слишком много. 6 тысяч не так уж много в нашем случае. Но когда Тиберий вырастет до большого, он будет стоить 37 примерно. Что очень полезно для нас. И Морган может идти на работу прямо сейчас. Джозеф неплохо, кстати, работает сегодня, явно. Что, естественно, замечательно. Может быть, нам удастся даже получить повышение... Не повышение, а прибавку к зарплате. Кварц, кстати, будет здорово смотреться. Я считаю. В нужной огранке, когда мы ее получим. Я надеюсь, мы сможем ее получить. Я, кстати, в прошлой серии сказала, что, чтобы получить огранку из определенного камня, нужно, чтобы этого камня было большинство на пьедестале. Но нет. Это не совсем так. Нужно, чтобы этот камень, только этот камень был на пьедестале. Так что... А в остальных случаях выбор будет случайно произведен. И я думаю, что у нас все типы огранок, точнее 5 типов огранок сейчас есть в багаже. Поэтому нам не нужно больше беспокоиться о том, в какую огранку мы ограняем камни для использования на пьедестале. И я хочу прямо сейчас приобрести, собственно, этот самый пьедестал. Или стенд из мира приключений, который нам потребуется для трансглюкации. Это именно то, что я собираюсь сделать прямо сейчас. А мы можем использовать либо этот стенд, либо большой стенд. На большом помещается 8 предметов, на маленьком 10. И маленький стоит дешевле, поэтому, естественно, я выбираю его. Пусть нам нужно 10 камней для этого, но тем не менее. Он стоит дешевле, мы потеряем меньше, точнее, денег. Это нам нужно, естественно. Аметис, кстати, будет здорово смотреться также, мне кажется. И пока мы можем поговорить с Джоу Макдуфом, потому что... Я хотела бы отправить Маркуса на охоту чуть позже, когда мы закончим с этим всем. А пал будет здорово смотреться. И это 2 огранки уже. Бирюза тоже неплохо будет, я надеюсь. А кровавый камень, 3 огранки. Правильно, правильно. А сверкающий самоцвет. Или желтый сапфир. Самоцвет, я полагаю. Может быть, интересно... Интересно получится, на самом деле. И это 5 огранок необходимых. Так что теперь, в принципе, не важно. Солнечный камень, кстати, очень красивый. Он действительно солнечный, он светится. Особенно в темноте это заметно. Но, во-первых, это будет не очень хорошо смотреться, мне кажется. И, во-вторых, 2 тысячи почти 3 тратить в пустую. Это расточительство, я считаю. Так что мы продаем это просто. А кровавый камень. Так что повысить шансы. А у нас также есть 2 цинковых шпата. Точнее, симпатичные вполне себе. Так что, естественно, я попробую. Один. Пусть будет один. Изумруды. Впрочем, мы можем убрать один кровавый камень. И еще один изумруд. Изумруд будет здорово смотреться, мне кажется. И... И... Кварц. Да. И теперь мы можем запустить необратимую трансклюкацию за 500 симулионов. Что мы и сделаем, когда закончим с разговором с Джоу Макдуфом. Провести время с коллегами. Где мы сейчас находимся, кстати. Мы нашли, похоже, нового друга. Мне кажется, что мы еще должны одарить кого-нибудь красотой. Или мы не можем это сделать на ней? Да, мы не можем на ней это сделать, похоже. Внутренней красотой одарить ее. Театр Буратино, да, конечно. Мы получим награду за 500 симулионов. Если мы посетим Театр Буратино. Но я хотела бы сейчас собрать все-таки урожай из этого растения. Цветка смерти. И... Мы получили огранку череп. Ту самую, которую я хотела получить. Наконец-таки. Мы получили ее из изумруда. Из опала, точнее. Что просто замечательно. Потому что... Это очень красивая огранка будет. Я полагаю. Это очень красивая огранка, на самом деле. Действительно чудо. А вы сможете получить такой... Добыть такой экземпляр еще раз. Еще раз нам, наверное, не потребуется добыть его снова, точнее. Потому что это более чем достаточно. Одного более чем достаточно. И эта огранка должна стоить достаточно много денег. Прилично. Да, 6 тысяч, но я продавать это не собираюсь. Как ни странно. Потому что это красивое украшение для кабинета Джозефа. И изменить способ показа. Также подставка. Это огромная подставка, скажу вам. Которая проходит через стены, скорее всего. Но это не важно, на самом деле. Красиво, красиво. Огранку черепа можно получить только путем трансглюкации. Никак больше. Так что... Нет, не пригласить. Пригласить куда-нибудь. Я присмотрела, на самом деле, уже место. Недалеко от этой водонапорной башни. Поэтому мы приглашаем Джоу сюда. Я надеюсь, Джоу с нами согласится встретиться. Потому что, если нет, это будет печально. Но у нас есть Аргус Браун в таком случае. Наш верный друг, который всегда с нами охотится. Соглашается поохотиться. По крайней мере. Но Джоу сегодня согласен явно с нами встретиться. По крайней мере, я надеюсь, мы не ухудшим с ним отношения. Потому что это будет печально. А Элиф, собирая сейчас урожай цветка смерти, я полагаю. Да. Что сделает цветок смерти бесплодным, погибшим растением. Но так как Элиф фея, она может призвать у талисмана Камень Погоды. Сразу же в багаж Джоу на всякий случай. Потому что, мало ли, если вдруг что-то пойдет не так с философским Каменем, будет крайне печально. Слушайте аудиорок. Аудиорок обаяния. Я не знаю, почему мы его не слушаем. Я хочу сейчас отправить Элиф в Камню Погоды. Попробовать призвать живительные брызги. Это уникальное взаимодействие для фей, естественно. И это должно помочь восстановить это растение. Тогда мы сможем снова прийти сюда и собрать еще один цветок смерти. А Изи улучшает навык охоты. И Изи пока ничего не удалось поймать. Но уже хорошая новость, что она находится у водоема. Уже, по крайней мере, к вечеру. Собственно, именно поэтому я не хочу отправлять ее никуда далеко. Слишком далеко. И Айлин должна быть дома, поэтому Айлин может сделать домашнее задание. И у Айлин должна быть четверка уже в школе. Что тоже будет очень полезно нам. Потому что, а в таком случае, я смогу в ближайшее время сделать ее подростком. Что будет просто замечательно. И Маркус, нам нужно сразу же принять облик волка для охоты в стае. И, естественно, мы можем охотиться за пределами участка также. Здесь кто-то есть. Мы его не знаем. Честер Суэйн. Теоретически я его знаю, естественно. Мы можем охотиться за пределами участка. Так что охота в стае здесь, здесь. И еще раз, и еще раз, и еще раз. И, я надеюсь, интуиция меня не подводит в этот раз тоже. И мы найдем что-нибудь интересное и дорогостоящее. Это главное. Нам нужны деньги по-прежнему. И лифт сейчас должна быть у камня погода уже. Я говорила, по-моему. Но нам не удалось призвать. Живительные брызги, к сожалению. Попробуем в другой раз. Я говорила о том, что эффекты призыва. Эффект погоды у камня погоды. Погода у камня погоды. Это автология. Различаются. И для феи это золотистые блестки. Золотистые сияния. А Изи, я полагаю, пока ничего не удалось поймать интересное. Только жабу. Так что, я думаю, нам стоит прекратить с рыбной ловлей. И лифт могла бы на самом деле взять ее сейчас. О, олень. Лиф могла бы взять ее и отправиться вместе с ней домой. Поднять питомца. И нам нужно прочитать книгу по-прежнему, естественно. Ну, у нас 85% до повышения уровня. 15% еще осталось до повышения уровня. А Маркус находит японского жука. Жука, усача и медь. Это не такие уж дорогие предметы, я думаю. Если я не ошибаюсь. Так что, не знаю, насколько нам это полезно. И Джозеф уже дома, поэтому я думаю, что нам стоит посетить какое-нибудь место замечательное сегодня. Например, бар Паганку. И найти жертву предсказания, частного толкования. Я надеюсь, нам нужно хотя бы парочку сделать. Это будет достаточно более чем. Для пятого уровня карьеры. Потому что получи повышение, в ближайшее время будет просто замечательно. Хотя бы потому что... Делать домашнее здание. Хотя бы потому что... Тогда мы сможем выбрать, при следующем повышении, ветвь карьеры. И... Который приведет нас к мастеру мистицизма в дальнейшем. Березал. Пока что мы нашли только березу. Это не очень дорого стоит тоже. А спагетти с подливкой... Почему нет? Это даст нам возможность получить повышение быстрее. И мы знаем рецепт спагетти с подливкой, по-моему. Если нет, то мы можем выучить его в любой момент. Кто-то использует нашу метлу. Поэтому Джозеф... Она улив в багаже. Джозеф получает автоматически самую обычную метлу. Что тоже неплохо. И может быть мы могли бы приобрести для Айлин... Мы не ошиблись с местным, по крайней мере, сегодня. Кто это? Джанет Пок. Приветствую дружески. Джанет Пок. Мы могли бы приобрести для Айлин также метлу. Есть детская метла. Которой дети могут пользоваться. Очевидно. Только дети. Я надеюсь, Джанет Пок не откажется от нашего предсказания. Мы можем, на самом деле, немного наложить заклинание удачи. Немного поднять ей настроение. Настроить ее на предсказания наше. Частное толкование. И заодно повысить немного магический уровень. Уровень магический... Магического навыка. И мы получили еще одну тысячу символионов. Я заметила. Это предсказатель. Выполнить частное толкование. А Морган уходит с работы. Откуда мы... Сегодня также день однолетней годовщины работы Морган. В каком случае мы можем поговорить с Накишей Макдув? Может, она согласится послушать нас, по крайней мере. Джанет явно сегодня не в том настроении, чтобы слушать предсказания чьи-то. А мы можем выполнять частное толкование подростков? Я полагаю, что нет. Так что... Но у нас с ней были хорошие отношения. Есть, точнее. Это печально весьма. А че-нибудь Сегрим? Привесы дружеские. Будет очень замечательно, если в конечном итоге окажется, что нам нужно всего лишь одно... Выполнить всего лишь одно предсказание, и Морган получает повышение так же. А для того, чтобы здесь было великолепно. Все это только для того, чтобы выполнить одно толкование. По крайней мере, Маркус находит хоть что-то. Это тоже неплохо. Предсказатели выполнят частное толкование. У нас есть общие черты характера, так что, может быть, нас поймут. Нас поняли, похоже. Замечательно. И чем выше уровень у Джозефа в карьере, естественно, тем лучше предсказания будут. Естественно. А Джозеф... Мы получили деньги, кстати, за предсказания. Джозеф Льюис дает так себе предсказания, что-нибудь Сегриму. Хотя он не очень верит в совершенно нормальное чтение по картам. С колодой в 52 карты. Хорошо. Хорошо. Уже великолепные, кстати, как я и предполагала. Так что мы можем идти домой со спокойной совестью. И когда Джозеф вернется домой, я думаю, что мы пройдемся опять-таки по дому и попробуем улучшить предметы, которые могут теоретически быстро сломаться. Например, это. Это уже было сломано. Улучшить с помощью волшебства высокая прочность. И это высокая прочность. И... Посудомоечная машина. Почему бы и нет? Высокая прочность. Мусорожиматель. Высокая прочность. Это будет достаточно более чем. Лив. Можем положить. Изи. И Маркус может распустить стаю, я полагаю. И отправиться домой сразу после этого. Маркус явно обожает практиковать борьбу. Я надеюсь, мы нашли что-нибудь интересное. Кстати, сегодня Маркус не отмечает день рождения, потому что по какой-то причине у меня было отключено старение. И никто из этой семьи ни на один день не повзрослел. К сожалению. Или к счастью, я не знаю. Но я думаю, что... Мы можем, в принципе, сказать, да. Данте Марганте. Почему нет? Почему Данте Марганте звучит как... Данте. Данте итальянское имя ведь? В следующей серии выяснится, что есть черта характера нерешительной. Кстати, я хочу приобрести специально для этого, для Моргана, награду проницательную. И мне кажется, это будет вполне себе соответствующе для вампира. Жаль, что Данте вампир также. Было бы неплохо, если бы мы могли выпить его кровь. Но я думаю, что закончу эту серию здесь. И мы увидимся с вами в следующем видео, которое будет, я надеюсь, очень скоро. Всем пока!